Красиво, я бы сказал, играть в карту. Но я не буду так говорить. Вы что-то призадумались, Ликвид? Да, я ничего не знал. Это главная ошибка. Значит, у них сейчас будет либо там Свет, либо Марс, либо Верка. И примерно каждый из этих героев ты не сильно хочешь в Марсе видеть. Верка прям вероятно. Могу запредиктить следующих двух героев Ликвид. Это будет Батрайдер Тинни, если Falcon сами не возьмут Тинни. А если Falcon и забанят Тинни? А зачем им банят Тинни, если у них первый пик? Потому что взять Леона надо. Тоже верно. Скорее, я думаю, будет размен. Я, конечно, видел, что его заигнорили. Мне кажется, что Мирана нужно. Falcon точно, наверное, почувствовали, что Мирана — это ключ. Тогда берем банят Тинни, берем ШД, берем Мирана. Звучит как план. Взвучит, если Мирана и так не возьмут. Можно взять что-нибудь украсть, в центр Маларину Тинника взять. Типа завуалированный драфт, который потом вылится в Патмон. Вот вы видите Hello Kitty на щеке у Маларина? Да, там есть. Есть. Мне кажется, ему надо на самом деле создать в будущем, знаете, свой бренд, выпускать переводные татуировки, но только со своим либо никнеймом. Hello Malrin? Hello Malrin, почему нет? И там будет хускар такой, да? На 24-й, да? Ну, кстати, для компендиумов команд, которые делались под ДПС, вполне можно было такой стикер сделать. Кстати, да. Хускар с бантиком розу. Хускар с бантиком. Ну, это как раз фраза должна быть на русском. Ну, Тинни не охота брать уже. Наверное, на их месте... Тут просто остаются два героя, либо СД, либо Тинни, которые хороши под Мирану, да, если так брать в совокупности. Ну, и Бэтрайдер еще неплохой. Бэтрайдер еще неплохой есть, 33-й может на нем исполнить, только я за линией переживаю. Что ж вы так этого Бэтрайда-то? Герой такой себе. А что осталось ли еще из того, что они выигрывали? Ну, в ВРК они выигрывали, да. Войт Спирит. Пак. Ну, ОД можно взять. ОД? Героев-то много существует, просто у тебя весь ивент, ребята пытаются разобраться, какие же герои лучше, какая команда сильнее. Сейчас такая интенсенсия того, до чего они дошли, вот именно эти два коллектива. Каждого свои приоритеты. Мало резерстайма ставить. Я могу представить, как они меняются драфтами. Но в какое-то время, я так ближе к четвертому, к пятому, ты уже понимаешь, что нет. Они бы так не стали, драфт, они бы так не стали играть. То есть это все-таки свои наработки, свои сигнатурки, какие-то свои плей, которые у него получаются. Луна ШД был... Потому что Луна Демона точно будет отдавать ошибкой. В любом случае, да, его надо забирать сейчас. Не, но Луна ШД это же прям тоже такая классическая классика. Да, и в этом и суть, что ты берешь ШД, чтобы у тебя была лишняя Луна, а не у противника была лишняя Луна. Довольно умно, Ликвиды тянут время, скорее всего они пикнут ШД у Демона. А время они тянут только потому, что нужно больше времени на размышления, что делать дальше. Взяли Леона. Что? Ой-ой-ой, так это Штинс-то... Нет, смотри, смотри, а теперь иллюзии ШД будут умирать от Леона. О, то есть это... Это должно было выглядеть, но гораздо проще можно было взять ШД у Демона. Луна, не хочешь ворваться к ним на тренера? Могу. Я бы тоже справился с этой задачей взять ШД здесь. Просто когда у тебя гейм... Может быть им не нравятся варианты. Если у них был такой план, что Леон монодрейдом убивает иллюзии... Нет, это глубоко. Это раз, Леон должен за Луной ходить постоянно, потому что такой ШД у Демона может чуть ли не в соло Луну убить на определенном уровне, сделав из нее иллюзии. И два, тебе нужно всегда, чтобы Леон был готов монодрейнить эти иллюзии. Ну вот, Лук, пак ШД у Демона. Все по кайфу. А Топларки-то нет в паках. А есть в бане? Нет, Топларки нет. Ну ее нет, а она в бане. И к чему тогда все это? Что? Что происходит? Разлом? Потому что они пака взяли, а Топларки нет. Найпер от Ликвид очень вероятен прямо сейчас, потому что забанят. Довольно-таки легко до него добираться. Тут и Марс собирает блинку, уже прыгает. И Бадма прыгает, и Бадма прыгает. Бинга есть, и взять просто какого-то фронтвейнера типа Тайда. Просто Дед плохо бегает, под ШД он вообще не бегает. Да, но пака высушивает на линии. Я сразу думал, что возьмут ли Фалкон с пака, все герои в бане против него, но остается снайпер, который прямо уничтожает этого пака на линии. Так много кто высушивает пака на линии, это не самый сильный лайнер сейчас. Сможет Кункевич того же взять, тем самым усилитим файт и появится фронтлайн персонаж? Пока просто Тайд. Ну, видимо, в мид варианты у них есть. С Тайдом они точно решили, что им нужен плотнич какой-то. И, скорее всего, его бы забанили. Выглядит очень солидно драфту Ликвид. Ты так же говорил на прошлой. Да, но сейчас поприкольнее в том плане, что... У них Лед сильнее? Он раскрыл свой секрет. Его вот эта метка, она не работает от преддиктов, она работает вот в момент драфта, за кого он говорит, ну, драфт получше, вот они, наверное, победят. То есть он работает заранее. Как вам Тайд? Тайд точно хорош. Ну, откуда сейчас еще кора посмотрим. Ну, как будто бы в темноту и все равно придется брать героя. Так что реально сойдет. Все равно непонятно, зачем ШД снизу, а не сверху. Нет, ШД снизу понятно. А как они к этому пришли? Это вопросы, которые можно будет только выяснить, спросив у них. Есть такая возможность, Андершок, объявляю тебя дипломатом от нашей региона. Сходи и узнай, за что. У Блица, да, у тренера? Да. Ну, пока... Я дам верительные грамоты от нашего края стола. Не, ну, если кто-нибудь подпишет на мой телеграм-канал, то, в принципе, я готов это сделать. Кто-нибудь подпишет? Кто-нибудь подпишет? Обязательно. Гарантирую. Если никто не подпишет, я подпишусь. О, интересный бан от фальконов. Кстати, у Liquid же ландруида могут взять. Хорошая игра для ландруида. СД, конечно, с Аганимом очень сильно мешает. Я бы даже сказал, выключает персонажа абсолютно. Но... 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 Ну, снайпер... Есть фронтлайн в виде тайда. Есть венга, который слапнет, высушит пака на линии. Сложно подобрать контрпик и тайду, и снайпер вместе. То есть... 2 стилер. Но есть одна проблема, то, что снайпер в арену не бьет. И как бы это не тот персонаж, который будет подходить. Тут бы лейн бы выиграть. Просто. Хотя бы, да? Для начала. Надо идти к победе маленькими шажками. Так они выиграли линии в прошлый. Именно. И этого не хватило. Значит, надо добавить чего-то еще. Но если ты и линии не выиграешь, то ты идешь не в ту сторону. Не, ну... Тимфайт есть, по сути. Дефолтный Войт Спирит. Ну, все, биби. Ниша круто на нем сыграл против Бэтбум. Но по опыту, как играли Азурэй, где Ори был на Войт Спирит 2 раза подряд, как будто бы герой может выпасть, если у него в моменте не пойдет, и не будет преимущества у его команды. То есть тут очень важно на сайды посмотреть, что же там произойдет по итогу. Осталось 5 секунд. Потому что если Тайда оставит без игры каким-то образом, возьмут там сейчас, не знаю, Урсу, например, то будет неприятно. Но концепция драфта у Liquid просматривается, на самом деле. У них и комбинация со свапом есть, есть тимфайт. То есть вот этот многогранник силы уравновешен. И самое главное — Войт Спирит. Он уже универсалом стал, и поэтому давным-давно вот эта комбинация Войт Спирит-Магнус, Войт Спирит-Вингас хорошо работает. Блин, может, Хусика хочу Хускара. Хочу Хускара. Хочу Хускара. Пака просто сместить куда-нибудь там на Сапа, Эмирана, Кэрри. Это будет просто шедевр. Это будет разнос с антридам. Но я думаю, что все-таки поедец просто Кэрри. Кто у нас остался? Из того, на чем мы вообще... Ну, МК Урс, а Террор Блэйд — средний. Я не думаю, что Снэй Кингс играет на Паке, либо на Марс. Может сыграть на Паке. Раньше был мидером. Не, Эмиране он может сыграть. Раньше играл Эмиране. Ну, здесь вряд ли это будет. Я вижу хорошую игру для ТБ, будто бы. Потому что есть Луна Венга. Тролль. А там Леон сильно мешает. А, кстати, Тролль. Действительно Тролль. Тролль по кайфу. Отличный персонаж тут. Он не любит, когда ему урон срезают все-таки. И этот новый Герак. Ну, опять Герак. Сойдет. Ну, они прям по заготовочкам. Луна Лоу Рейнш, он просто стреляет. Она просто умирает. Чей драфт вам нравится больше? Я уже опять боюсь говорить Ликвид. А я скажу. Фалькон. Андер. Я за Фалькон. Ну, Ликвид, короче, как бы нормально, но не суперидейно. Поэтому в этот раз Фалькон. А я еще раз скажу Ликвид Лану. Все-таки посмотрим, как это будет работать. Не знаю, не знаю. Очень, на самом деле, сложный выбор. Давайте посмотрим, что думают наши наблюдатели. Изменился ли процентаж. 50 на 50. Что ж вы делаете-то с нами? Почему так ровно? Точно ли у нас системы из-за аномалии не сбили? Вполне вероятно, что сбились. Сбились? Подброс монетки. Как-то решает судьба этой карты. Ну, давайте тогда наблюдать, потому что после второй карты у нас ничего еще не закончится. И интересно, выкарабкаются ли Ликвид из Тильта после первой. Восстанавливаем связь, друзья. И снова мы для вас здесь с Арзиком прокомментируем уже вторую карту гранд-финала Бэтбумдачи Фалконс. С Team Liquid пока 1-0 в пользу Фалконс. Не знаю, про какой Тильт вообще речь. Можете ли говорить о каком-то Тильте? Это первая карта всего лишь прошла несколько открытой. Я бы сказал, что реальная была открытая дота. Ребята побегали, помесились. Нормальных тимфайтов выдали. Сейчас можно немножко успокоиться. И показать более качественную доту. Вот на это я рассчитываю. Сень, давай. Я думаю, что вот есть Best of 5, да? И первая игра, ты пикаешь вис в Марсе. Я бы не назвал это прям верочной стратегией. 100%. Поэтому это было такое своего рода... У нас первая игра, у нас еще будет еще 4 карты, скорее всего. Поэтому давайте попробуем вот так своеобразно зачизить. Почти получилось, если бы Микки не умер под Т2 там в миде, я думаю. Но расстраиваться нету смысла. Вышли в новую игру и взяли то, чем они по сути и добрались до Гранд Финала. Взяли Луну, взяли Тайд Хантера. Супер дефолтный пик у Ликвид. На самом деле они всегда вот эта команда, да... Вот я вижу такой паттерн, что команда Сенсей не всегда там ближе к финалу турнира. Решает пикать вот таких героев, там, на Тимфайтик. Понадежнее, понадежнее, понадежнее. Луну, да, понадежнее. И в Войт Спирит был пикнут мид, да, на котором Ниша только что там сыграл. И единственное, что, наверное, тут матчап менее приятный. Потому что тут как бы на Войт Спирита есть кетч в виде пака. Но линию он должен постоять хорошо. Тем более, да, это победитель подпольных боев. И тем более, очень много, на самом деле, по ходу турнира набрал Ниша. В плане лайнинга. Еще, конечно, немаловажный момент, друзья. Мы внезапно переместились в мету гирокоптера. Как-то скитер такой, ну что-то нормально в первый год, второй год, второй. Сейчас все подряд возьмем, выбьем гирокоптера бан какой-нибудь. Прикольное решение. Давайте, друзья, перед тем, как непосредственно погружаться в мир доты, посмотрим на коэффициенты. Естественно, как оценивают шансы двух команд наш партнер Бэтбум после драфтов. 1.6 на Ликвид, 2.3 на Фалконс. В Ликвид снова веры побольше. Ну, опять же, надо все это еще как-то реализовать. Я на самом деле вижу логику в этом гирокоптере, как бы странно ни звучало. Нам нужен контест героя, контест Луны по фарму. То есть Луна — это, наверное, один из самых скороформящих героев в доте. Гирокоптер примерно фармит с такой же скоростью, как и Луна. Но был вариант пикнуть условно Алхимика, на котором Скиттер играет, но это была бы очень тяжелая линия в Тайтхантера. С гирокоптером рейндж-герой против Тайтхантера должно быть ок. И в той игре я не думаю, что Скиттер и вот этот гирокоптер что-то сделал особенное против Энигмы, хотя это было пикнуто явно против Энигмы. Им нужен просто герой, который во время всей этой возни просто будет фармить так же, как Луна, и он будет большой. Все. Больше ничего не нужно нам от Скиттера на гирокоптере. Ну, я добавлю, что все-таки это гирокоптер, это герой, который может подключаться к тимфайтов, и Скиттер это будет делать, потому что есть нюки для керри. Ну, не так важно, если с точки зрения фарма, мы говорим, 33-й забирает первое убийство, убивая Скиттера здесь. Многие играют через Алхимиков, которые просто АФК, там, Нага и все остальное качаются. Гирокоптер такого плана персонаж, который команде может на ранних этапах подтягиваться, помогать его, кулдаун решают, демоджа магического он может нанести довольно много. Поэтому, если потребуется, активно Falcon сыграть могут. И даже, я бы сказал, может быть, даже и потребуется это сделать, чтобы вот не испытывать судьбу где-то там, знаешь, в поздней игре на 50-60-й минуте против Nighthunter и Луны, может быть, стоит где-то и поднапрячь в мидгейме, в раннем эрлигейме, с гирокоптером пойти и понавязать несколько драк. Да, я с тобой согласен, опять же, что есть очень большие кулдауны у Liquid, это и реведж, там, и какой-то, в теории, там, Эклипс, который есть у Микки. И когда эти кнопки в КД, ты точно можешь на гирокоптере идти вперед, приходить в драки и ничего не бояться. Ладно. С этим разобрались тогда, по ходу дела, будем выяснять, прав ли этот гирокоптер и не прав. Хочется, ну, лично, у меня ощущение такое, что надо 5 карт смотреть, поэтому, если будет 2-0, как бы там, Liquid'ом совсем несложно стало на третьей карте, собственно, этот матч закончить. Поэтому надо, чтобы Liquid'ы собрались и выдали хорошую карту, конкретно здесь, прямо сейчас. Пока стартует Falcon, нормально. ФБ на гирокоптере – это ничего такого сверхъестественного. 33-й просто с чуть большим количеством денег пошел на линию. Это даже может сыграть немножко в минус, Рустам, мне кажется, вот это ФБ на гирокоптере, потому что пришлось качать гаш, и из-за этого тяжелее лейнинг. Так, напали, кстати, на Снейкинга, прыжка-то у него нету. Гранатка от бокси будет или не будет? Нет, не будет. Так, на Скитера теперь бьют вообще без маны, сейчас 33-й, там гусиками его пулят. Нормально, нормально бокс из руки просто там наваливает. Так вот, в прошлой игре, когда играл 33-й на Тейтхантере, у него, по-моему, вообще даже гаш не был вкачан, когда он играл против Медузы. И чувствовал себя очень комфортно просто, когда заходил за вышки, пулял там крипов, подходил вообще там просто на ноге, давал имперсмэш по Медузе. Так, тут на боксе, кстати, напали, и на Скитера тоже напали в боксе, уже погиб от Флэка. 33-й ему тоже очень больно. Водиблог, водиблог. У него нету третьего спула. Так, это по кустам, по кустам 33-й, если пошел. Чем пострелять еще можно? Еще один лип, слушаю, они реально пытаются его пробить, максимально выгнать линии. Не заставили, конечно, нажать стики здесь, что очень хотелось бы, но реабилитировались. Это просто карма, знаешь, вот когда Снэйкинг вкачал стрелу для Ферстблада, а тут вкатил Гарш 33-й для Ферстблада, и мне кажется, он так сейчас грустный по этому поводу. Потому что, действительно, мы видим, что по крипам у него все очень плохо, 6-1. У Скитера 13 на 1. И Тайтхантер, который терпит на линии, он не будет выходить так рано во Владмир, не так рано спушит вышку, не сможет прийти, не знаю, под десятую катапульту в мидь спушить вышку. Это совсем другой геймплей. Согласен, атака, номера, но Снэйкинг есть уже. Лип под копоток гирокоптера. Приходится, может, развернуться? Рокетберридж не стал, Скитер, да, там, испытывать свою выносливость против соперника, против Тайтхантера. Как ни крути, все равно это Тайтхантер. Надо его уважать, его стойкость 100%. И на всех линиях пока получается, что Falcon стоит круто. Я смотрю, и у Пака все хорошо противует спереди. Ну, них ладно, равные противостояния, там разница в одного-два крипа всего лишь. У Амара, скорее, неплохо идут дела на Марсе, в отличие от того же Тайда. Своё он тоже получает. Ну, опять же, Амар берет своего фирменного Марса. В этом гранд-финале ему удобно катать на этом персонаже. Игрок, который умеет очень легко лавировать различными предметами на этом персонаже. Когда надо, купим быстрее Блинк, не надо Юл. Где-то через БКБ быстро можно сыграть. Через Дизоль можно сыграть. В общем, многоплановые сборки. И герой всегда полезен для любых тимфайтов, поэтому Марс мне тоже очень нравится. Да, Марс, конечно, легенда на Марсе. Мне вот Вард под мидом. Кто-то на него пинганул, там, вот именно Вард Ликвид. Он что, на речке стоит? Или мне кажется? Мне кажется, или он стоит на речке? Я просто не могу понять. Ты какой Вард? Который на центре? Да, да, да. Потому что, по-моему, кто-то... По-моему, боксин его пинганул. А, разве? Да, все-таки на ХГ. Я уж подумал. Я уж подумал, кто-то в гранд-финале тут не скликнул, поставил Вард на речку. Так, топ-линию нам показывают. Третьи левела есть у Фалькон. С третьими левелами они прям вообще короли этой линии. Старфол 2. Тут особо в пачку даже не зайдешь по-нормальному. Бокси тут мешает запулить. Окей. Снэй Кинг. Очень силен вот сейчас на этой Миране. Это тебе не Мирана со стрелой, конечно. Это все, блин, ты не отпускает тебе эта стрела от Мираны, которую мы видели. Вот видишь, что происходит? Вот посмотри на раскачку 33-го. У него даже инкарцмешин нет. Нет, два пассивка взял, да. Шторм 33-го получал сейчас. Ну все, еще стейки есть, брейсер есть, сапог есть. Ну бить его, скорее всего, здесь нереально, но отзонить от крипов вполне себе можно. При этом все равно настойчиво. Вот это плюс рисует 53% за ликвы. Драфт им очень нравится. Драфт точно очень классный. Именно вот... Я вижу, как эти герои в один момент идут пятером, да. Там Ладнер на Тайтхантере, Аура Винги, Аура Луны. Это очень сильно. Центр-выход. Бокси на Малрина. Лизорера подбрасывает. Назад уходит. Спокойно. Не особо опасная какая-то атака. Бутылка есть. Отпился. Вард поставили моментальный сентрик. Вард такой довольно палевный получился. Все, Бокси прекрасно видел. И тюню вышки. Окей. Как раз показывали нам сегодня... Так, ладно, снизу момент. Перемещается Бокси. Атака была на Микке. Крит воюет пока. Один Амар сам без хитпоинтов уходит. Ничем он здесь помочь не сможет. Просто перетяжка такая. Фраг сделан. Неплохо. Очень дорогой на самом деле килл, мне кажется. Вот, да. В три героя вы убиваете здесь шедоу демона. Все остались вообще без хп. Ой, смотри, да приходит там в спину, там в спину. Через парный портал. Микки далеко вышел. Снэй Кинг здесь смотрителя перехватывает. А что он может? У него стрелы нет. Есть Старшторм. Можно прыгнуть, дать Старшторм. Пока на этом все. Но три героя остаются. Команда ликует. Там уже Бокси отпился. Получает копье. Снэй Кинг встречает. Получает стан раз. Бокси. Бим. Подкоп. Мирана. Ну так себе выпад, конечно, от Снэй Кинга. Есть дизраб. Продолжение атаки, кстати, будет. Амар пытается драться. Сорвки поинтов маловато. Граната летит. Бокси должен сгореть. Его копьем уничтожает все-таки Амар. Один в один здесь трейд состоялся. Ну такое спорное, конечно, движение снизу. Здесь довольно много ресурсов полканцы потратили. Умом, кстати, играет Микки. Да, заметь, у него нету... Он держит скиллпоинт на Глейф. Чтобы как раз-таки, чтобы Shadow Demon спрятал. Не умерла вся его команда на этих перемещениях. Кстати, Койл есть у Малрина. Тут рядом Снэй Кинг. Не-не, решили не нападать. Хаста, кстати, у Пака. Битва за шестую руну. Была выиграна командой Фальконс. И смакуются они. Кого они хотят убить? Ну, не 33-го уже. Они же не смогут. Там Чин Мел, там Стики все еще. Вот не та цель для атаки. Вот Суппорт, который идет сюда. Как раз, да, можно перехватить. В боксе будет тайминг. Снэй Кинг смотрительно перехватил. Малрин видит. И куда? Да, все равно в тайдах. А за руну, за руну. Они пошли за руны мудрости. Они пошли. Ой-ой-ой-ой. Есть скан. Да, прекрасно понимает Ликвид. И при этом свою руну мудрости также. Фальконс контролит. Бокс и телепорт. А ждать он здесь Малрин увидеть. Подкоп хороший. Да-най! Нет, помещает. Не успел чуть-чуть. Помещает бутылку. И 33-го можно убить. Умойюди со Скитером. Приходит сюда ниша, правда. Может поскорее убить Гирокоптер. У того, тоже есть Тики. Ставится Дрим Койл. 33-й страдает. Под Дрим Койлом при этом нишу двигаться не может. Подкоп от бокса. Мимо. И ниша пришел сюда просто так. Потеряли оффлейнер. Потеряли руну мудрости. Фальконс. Очень клевые мувы. Снизу атака. Теренем станы. Но в ответ Дизрапшн полетает. Сразу в Микки. Получает Годс Ребюк. Удары. Есть копье. Пригвозили Амар. Пару ударов в спину. Сам Сник использует бим на развороте. Микки разворачивается. Вместе на сцене. Убивают Амара. И смогут ли Микки разменять здесь. Не получается. Что это пользуется на Мазл. Выходит он. Так. Дальше. В центре. Продолжается. Экшн. Экшн. Экшн нон-стоп. Да. Вот очень важно сейчас кто выиграет драку за восьмую руну. Уже вот боксик как раз таки подходит под мид. Очень надо своровать руну Малорина. Потому что вот он первый забрал. Что-то у него получилось. То есть он забрал там и руну экспы. И киллы получилось поделать. Но если заберет еще одну. Будет прям грустно. Мак не стал контестить. Он как-то пошел к саппорту. Ждал ПТ свое. И оставил нишей руны невидимости. Ну он может умереть просто за такие передвижения. Если он окажется как раз таки на речке. Вот опять Экшн какой-то происходит. Микки вообще без хпшки. Принес себе фласку. Уже в итоге он вкачал себе. Посмотри Глэйвы. О чем нам это говорит? Наверное что он больше на линию выходить не хочет. Да страшно. Страшно. Да. Амар конечно без шестого уровня. Но саппорты двигаются. Видишь комбинация дизрапшн плюс стрела. В этом этапе игры хорошо перемещаются. Плюс даже Геракоптер если что не постесняется двинуться куда-то на сайт другой. Проявить себя. Ну или Мал Ринка. Тоже забирает активные руны. Хочет убить. 33-го. 33-го. Есть скиллпоинт на самом деле в реведж. Демеджа много. Но хватит ли? Мне кажется нет. А убить скитера. А убить скитера. Полетели вперед. Тут еще и станчик от боксе. Отлично. Убили керри. Почти ничего не потратили кроме реведжа. Да. Там два ультимейта нажали. Забайчина, да? Интересно. Думали ребята из Falcons, что развалится Тайтхантер. Сейчас в два кора его через ультимейты заберем. Не тут-то было. Телепорта от Liquid. Реведж, в итоге был реализован. Прикольно. Так, ищет, 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 ищет. Луну, ищет. Луну. Пойзон. Не, не нашел. Я понимаю, действие Малорина. Вот знаешь, в чем прикол от команды Falcons? Они стараются делать прессинг на разных частях карты. Вот они бегут в два сапа во вражеский лес, да? И Малорин такой, окей, я пойду в топе. Сделаю какое-то напряжение, зафоршу на телепорты. И за счет этого у Falcons часто в early game происходит вот такого рода сноубол. Что, например, Луна увидела в топе пака, да? И такая, о, ладно, пойду покачаюсь. А тут на тебя вышли два сапа, просто дезрабшин стрела, и ты погиб. Но Liquid пока что справились, да? Никто не умер, заодно еще и убили Скитера. Но здесь пока по макро, по чистенько играют, да? Не подставляется Луна. При этом на топе там забирают вражеских наглеющих кор-героев. В целом удерживают эту вот начальную агрессию стороны Falcons. Он сейчас снизу, на Амара можно выйти, Нсень аккуратный за кастов. Стан полетел, ниже рядышком. Ремнан ставит, через Астрал степ. Амар копьем промазал еще, ну и должен быть легкий фраг. Классно, классно, да? То есть Falcons играют очень вальяжно так. По два, по три героя пытаются делать какие-то выпады. Иногда они самостоятельные мувы. Liquid более командно. Естественно, отвечают на действия соперника и выглядят пока посильнее. Так, Бокси. Здесь останавливает пака. Снэйки к этому взроте Dream Coil. Бокси переоценил свою возможность и будет погибать. Решил просто на манадро и нажать в пака. По итогу погиб за Койл. Ну ладно, я думаю, ничего страшного. Что самое интересное в этой игре, вот я думаю, камбэкнет ли Тайтхантер? Потому что в топе тавер стоит, в миде тавер стоит. Игра у 33-го не лучше. Сва подремно, ты посмотри, какая комбинация. Стан залетает дальше, продолжение граната. Ушел на Ор, потом 33-й. Шиф, да ладно. На хайграунде все КД. Маны нет, маны нет. Патерный интеллект. Патерный интеллект. Все-таки забрали. Прикольно отмансил, но не ожидал, что со всех сторон перехватывают. Прикольные моменты, друзья. Друзья, давайте посмотрим, что вообще Бэтбум думает о том, что происходит на этой карте. У нас было много мыслей. Ну и тут, конечно, полный баланс. 1,88 на 1,88. Прямо сейчас Бэтбум определиться не могут, кто фаворит. А кто килл забрал? Тайт, да? Тайт забрал килл? Я что, даже не посмотрел. Тайт забрал килл. Кстати, очень важно, чтобы вот он поднялся по Анны Борсу. И ему очень нужен там условный Влад. Так, ниша в стреле стоит. Ну нет, демо уже не хватит, конечно. Есть еще стики, иллюзию Биллбокси Мана Дрейна. Да, ну экшен постоянно происходит. То есть игра очень динамичная, очень активная. Так прилетел Энсене, зарефилил Боттл. Ну как они красиво, да, свапнули под ремнантно? Ну клевый комбинат. Не ожидал Малрин, точно не ожидал. Хоть и, конечно, какие-то кнопки понажимал. Но в итоге его поймали все равно за хвост и убили. Слушай, я, конечно, немножко даже обескуражен. Почему? Потому что я надеялся эти двух команд вообще другую доту видеть. Они играют очень открыто. Они прям дерутся, навязывают тимфайт. Иногда драки просто ни за что. Ребятам по кайфу именно вот так вот сейчас покатать. Прикольно. Это более живая дота. Естественно, будет много вайтов, вот таких вот от движений. Находят вот два... Нет, Хекс отболзит. Так, Dreamcoil ставится. Инсения будет ли в размен. Амар не торопится. Ариан, ты у него и нет, кстати. Ну у него, наверное, скиллпоинт. Скиллпоинт тоже ставим, да. Так, в топе, в топе, в топе. Иллюзии, иллюзии, иллюзии. Так, Амар засекьюрил здесь своему мидеру. Руну. Ну, разменчик. Один в один, наверное, не особо в пользу у Лики. То, что Инсения отдал там истриг. И руну забрал себе пак. Это приятно. А это что такое тут? Это что такое? Что это за наклец? Арену качал, бим получил. Но зря Микки разворачивался, потому что он в бремя не выиграл своим бимом точно. Скитер поймал здесь, да, перетянулся через телепорт. Легкий фраг. Микки заиграл немножко на нижней линии. Думал, здесь он комфортно будет себя ощущать. Но нет, Falcons на взводе. Бешеный темп берут и дерутся на стоп. Вроде как хотел получить как можно больше Микки от этой ситуации. Что в миде была заварушка. Хотел с катапультой, видимо, наверное. Он уже начинал там подпушивать этот тавер. Но поплатился за это. Наверное, это такая часть ошибка. Можно было бы, конечно, и лес просто все это время качать. Но действительно, какой-то темп игры очень быстрый. Очень быстрый. И как будто Микки просто не хочет взять и бить лес. Афк 15 минут. Хочет создавать какие-то ситуации, чтобы, может быть, получать преимущество. Он навязывает Falcons такую доту, в которой вынуждается, опять-таки, иногда ошибаться. Ну и в целом, несмотря на то, что вроде бы меньше фрагов сделали Falcons, по экономике у них получше. Но опять большой скитер, друзья. Опять большой скитер. Да, часть стаков, ну, это примерно равенство у двух команд, как это по стакам. Но это герокоптер, который безумное количество натворца набирает. Луна погибла, а он с Кристаллисом, от Флэков, знает свое дело. Ну, скитер, да, как профессиональный игрок на той же наге. Как качать леса, как стакать, как фармить эти стаки, он, безусловно, мастер. И это показывает своим натворцам прямо сейчас. Ну, для этого герои пикнут, как я и говорил, чтобы просто быть большим, чтобы качаться. Потому что Амар на Марсе, да, Малрин, это игроки такие, которые, вот даже Роджер говорил там в аналитике, что Малрин это тот человек, который хочет навести суету. И Амар, на самом деле, вот мы вспомним Амара, как он играл в OG, где он просто АФК фармил. Вот сейчас это уже другой Амар. Он просто постоянно в каких-то драках бегается влево-направо, сетапит киллы. А скитер просто качается. Вот так вот. Друзья, присоединяйтесь к сети компьютерных клубов TrueGamers. Более 150 киберарен по всему миру. Собственно, вся информация по ссылке по трансляции. Опять же. Хотел бы еще такой момент обсудить. Вот у нас и профессора говорили об этом. И мы отчасти упоминали, да, это вот сама история Best of Five. Вымучить соперника, играть до конца, не сдаваться на первую карту, когда у вас там уже мега-крипы и так далее. Надо сказать, что раньше для Liquid их действительно можно назвать специалистами при игре в Best of Five. Ну, они, конечно, там вторые места занимали, понятно. Но они как бы имеют огромный опыт. Но это все немножко изменилось в последние, ну, наверное, два месяца или три месяца. Потому что если взять, допустим, январь, там, по-моему, Фалконс сыграли три Best of Five против коллектива Quest. Да, да. То есть там опыт арабатывался. До этого они опять против Quest играли, по-моему, за слот на ESL на Кулалумпур. Тоже Best of Five. Поэтому здесь в Best of Five как распределять свои ресурсы, как подготавливать стратегии под определенные карты. Это все Фалконс большие-большие спецы. Здесь их на этом поле переиграть будет сложно. Смотри, смотри, смотри. Тридцать третий идет на очень опасную пачку. Его тут, кажется, хотят засетапить. Искрит, если на Кинг или нет. Они просто два сапа тут распушивают. Окей. Как-то не договорились. Видимо, кто-то из коров был занят, с кем можно было попробовать убить Тридцать третий. Все равно он тоже плотный. У него есть мейч Слеер. Владмир он в этой игре, кажется, не покупает. Наверное, оставил эту задачу на Инсению. На Венгу? Да. Если сможет купить Венгу. Там нет, там по Виспу появляется пока. Ну, не скоро. Ну, ладно. Значит, Владмир купит Тридцать третий сам потом. Юл при этом отвечает Аммар. Такой у него билд. Базер. Уже базер, да. Ну, опять же, в этой ситуации, наверное, не так плохо. Где-то можно за дождь какой-нибудь реведж попробовать. Где-то, опять же, поймать спириты на копье. Смотри, что делают, смотри, что делают. Микки в прошлый раз умер под этим Т1 Тавером, да. И сейчас они могут попробовать сыграть, тоже разыграть такую сценку, где Микки будет бить эту вышку и придут ее дефать. И тут Микки уже будет не один. Что-то не идут туда фалконцы. Что-то не идут туда. Лаплан провалит. Нет, я понимаю, если бы они по 14-ю туда приходили, было бы в этом смысл. Вообще, руну мудрости свою забрали, нет, ребята, из Лига? Так просто интересно. Нет. А что вы пришли на ту, на которую... Ой-ой-ой, я тут стаки. Сейчас своруются все. Нет, ну это по макро такой провал, я тебе скажу, Артик. Я не знаю, какая у них была идея, но они потеряли кучу времени, вообще ничего не сделали, не забрали свою руну мудрости, отдали стаки. Не знаю, мне идея понравилась. Но получилось все так, довольно кривовато. Нет, как минимум... А в чем кривость-то? Ну, они пошли по нормальному пути, ну, по тому, которым хотели пути пойти. Никого там не нашли, потому соперников там, и не должно было быть, по идее. Ну, не знаю. И что, они криво что-то нажали? Да нет. Просто блан такой. Захотят ли на него нападать фальконс? Не та цель. Нет, Тайтхантер по реведжу мы убивать не будем точно. Слушай, знаешь, в чем очень большое преимущество в данной ситуации? То, что раз забрали Т1 вышку снизу, ликвит, им всегда будет проще именно добираться до вот этих Эншин-зон, где зачастую и качается гирокоптер. Поэтому следующие смоки, они точно будут хорошо реализованы, потому что ты видишь, там один опс стоит, второй опс там стоит. Поэтому да, как-то так. Никто не прочекал такие уроны мудрости, я смотрю команды фальконс, но им-то и не вдомек, что кто-то ее мог и не подобрать из вражеской команды. Так, ну и телепорт. А, тут Бокси у нас. Чем тут занимался? Бокси. Что он тут делал? Парны какие-то хитрые расставлял? Амару даже типтал его на всякий случай. Подловили. Подловили. Убили. Ну, такой легкий фраг. На самом деле, конечно, достаточно равно действует оба коллектива. Мы говорили о том, что там, может быть, неловкий мув отвлекает снизу, но по экономике они не проседают. Даже более того, вывернули все в баланс. Надо какие-то тв опушить фальконс, потому что ни одной вышки, я, по-моему, еще не сломали. Бокси, смотри, попал по итогу у копьем. Но не вдвоем. Лучше далеко был, что до демон, наверное. Ну там пострал степы есть, там мэш слэйер есть, там диссимулейция есть. Бокси, смотри, 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 сетапит прыгает. У него еще два липа, я думаю, он точно будет в порядке. Ну, начинается вот такая вот, да, вязкая дота сейчас от фальконс, примерно после 15 минут. Ты посмотри на вишник. Или там поймали с ней кинга по итогу или нет? Смотри, смотри, там Бокси, кажется, в топе поймал с ней кинга. Или нет? Он опять упрыгал. Посмотрите на варды, друзья, на миникарте, которые расставили ребята из фальконс. Выходы из центральной части под тердва, из нижней части все фиксируют. Фалькон все прекрасно знает. Нападают просто на луну. Реализация юл. Плюс копье, плюс стрела, плюс старшторм, плюс убийство. Нет, 33-й прыгает, ревыш на развороте. Пытаются Мара забрать через бимы. Там не подошел тиммейт, это был крит. Не успел дать свои нюки, и можно забрать сейчас с ней кинга. А с ней кинга без липов после предыдущего момента. Полопата ресурсов здесь потратили. Полхотство убийства луны просто не хватило. Идея хорошая, подловили, классно. Но где же пак? Где здесь Малрин? Ниже будут перехватывать? Но я опять вдвоем не убью. Саленс? Не-не-не, там без вариантов. Он очень плотный, у него мейч слэйер. Так, он еще и руду решил забрать. Когда он под ракеткой, так можно койл ставить, нет? Симулейт. А, нету, нету кайла, нету кайла. Там 1800 хп, 15 стиков и мейч слэйер. Ну как мы его заберем? С гироков вторым паком? Никак. Ниже, конечно, вообще в зоне. Чувствует он все вот эти моменты. На него бегут просто два кора. Ему вообще наплевать. В итоге забрал еще и руну, очень важную, которая как раз таки поможет ему в следующий момент выживать. У него, кстати, в кикбайе Аганим. И я думаю, что Аганим как раз таки, как после того, как от кулдаунится еще и реводжу 33-го, это будет лютый вообще тайминг для Ликвид. Они смогут пойти куда угодно, смогут пойти Рошана. А Фальконс, кажется, это понимают, да? И вот решают пойти именно сейчас забрать себе Аегис. Так, есть якорь по Снейкингу. Прыгнуть он не сможет. Его застанили. Ниша тоже прыгнул. Легкий фраг. Причем, я думал, Тайдхантер начал, сейчас пугнет. Это был типа, знаешь, пыль в глаза. Тут пацаки так-то забирают Рошана, если что. Скан там понимает Ликвид, но уже, мне кажется, поздновато они просто не добегут. А мне кажется, вообще, Ликвид должны совершенно не переживать на этот счет. Очень много времени сейчас потратили Фальконс на это. Ты посмотри, где у них линии. У них бьется Т2 в миде, бьется Т2 в боте. Они еще просто в соло вообще Т2 в боте забирают. И у Ликвид огромное пространство сейчас забирать. Там, Торментера вражеского. Забирать вражескую руну мудрости. И просто стоять во вражеской двойке. Негде качаться Гирокоптеру. Гирокоптер хочет постоянно бить эти хендштов, чтобы у него увеличивался Нетворс. Ну, мне кажется, не так все плохо. На самом деле, Таегис для Фальконс дает возможность принять драку. Если вот без Таегиса драться ты против Тайтхантера не хочешь, ну, потому что реведж, потому что страшно, потому что больно, с Таегисом у тебя такая перспектива точно имеется. Тут уже Ликвид два раза буду думать о том, как им вообще правильно кнопки нажать. Зная, что Гирокоптер будет чувствовать себя вальяжно. Он готов потратить свою первую жизнь. Готов разменять ее на какие-то нюки, там, типа фингеры или реведжа. И у него будет еще вторая. Я просто вижу, что у Ликвид скоро-скоро, когда появится Аганим у Ниши, будет прям очень жесткий тайминг. И делать они могут просто что угодно. Тут еще и ДД-шка выпала. 250 примерно голды Ниши до Аганима. На Торментера уже тут, мне кажется, 33-й колет. И придут ли сюда Фальконс? Не знаю, друзья. Зато я знаю вот одну классную штуку. Если вы продолжаете делать ставки на Бэтбум Дачу, все еще у вас есть прекрасная возможность увеличить свои шансы на получение классных призов от Бэтбум. Например, это поездка на двоих на следующую дачу. Последние версии айфонов также разыгрываются. Ну и всеми нами любимые фрибеты также участвуют в розыгрыше. Поэтому залетайте по ссылке по трансляции, сделайте ставки вместе с Бэтбум на Бэтбум Дачу. Торментера убили. Окей, смогут ли пробить здесь 33-го? Ракетка на него поставлена. Да, Скитер с Аегисом вроде как ничего не боится, но Ликвид уже там в смоке. Идут в спину. Они знают прекрасно, где находится их оппонент. Но на хайграунд подниматься к оппоненту все равно страшно. Там два блинка появилось. У Малрина и у Крита. Вот на этом можно будет сыграть при идеальной признанке. А тут еще с 14 минуты лежит. А сейчас на 21 появится новая. Байтит, байтит Нишу. Байтит, он поставил ремну. Подняли Нуилу. Есть копье. Можно быстро постараться забрать Малрина. Здесь у Рэвэдж в ответ. Ниша нажми кнопку. Ниша не нажал кнопку. И может не хватит эмо же дальше. Уже у команды Ликвид. Без Ниши у него байбэка не имеется. Нажимается Эклипс. Фингер оф Дэс. Забирают Пака. Гирокоптер трогать пока не хочется. Ставится копье в арене. Находится три героя команды. Ликвид Скидер. Стоит просто стреляет во всем. Его можно разочек забрать. Забирают. Эгис у него будет сейчас разменен. Амар пытается затапить. Но у него мало хитпоинтов. Он не может блинкануться никуда. У него блинка по-моему нет. У него просто юл. Если чему есть имидж слэйер. Да. Но прикольный момент. А кто две руны мудрости забрал? Вот такой момент. Я не понял. Крит, крит. Крит забрал. И свою сейчас заберут. Нормально. Да. На самом деле по экспе хороший такой буст. Но Аегис потеряли. Красиво забайтили на нишу. Не изъяли сразу руну мудрости. Он пошел. Поставил арену. Поднялся на экран. И его убили. Прикольный разыграл. Момент, я думаю, в любом случае не такой уж и плохой здесь для Фальконс. Я думаю, этот Аегис прям как-то ярко выраженно они не могли реализовать. Но тут забрали, считай, три руны мудрости. Поменялись. Аегис на реветш. Один на один где-то. Да. Реветш нажали. Я думаю, это хороший момент для Фальконс. Как раз-таки вот выйти ближе к какому-то лейтгейму. Когда уже пак будет большой. Когда его будет тяжело словить. И добраться до каких-то заветных артефактов. Ну, поэтому, помимо всего прочего, надо сказать, что и Амар полностью себя не реализовал. У него не было в арене. Когда сам Марс в арене. Он там косрибьюк. Еще побьет об стенки соперника. Кучу демиджа вносит по области. Питает в себя урон. Там, да, прожмет кнопки. Поэтому, ну, потенциал на еще лучший тимфайт у команды Фальконс точно есть. Ну, и понятно, что у команды Ликвид. Они дрались без ниши. А он там на себя мог брать там саппортов. Вообще с Аганимом он может и пака на себя по случаю брать. Поэтому хочется посмотреть на следующий, конечно, тимфайт. Ниша Шард себе получил с Торментера. Только Шарда не хватает у Мики. Было бы, конечно, жестко, если бы Мики выпала эта шмотка. Не надо было бы, конечно, очень много денег тратить. Но скоро будет еще и тайминг дичайшей у Луны. Когда появится БКБшка, можно будет проходить сквозь арену. Можно будет купить себе еще как раз-таки тот самый Шард сверху. И убить его будет уже очень сложно. Гирокоптер в Дейдлс идет. Вживаемости в целом с Лукинбаром хватает, понятно. Теперь побольше урона. Потому что он всю драку стоял, стрелял. Соперник. Половин прыгнул. Так, так, так. Не ошибется. Не ошибется. Хотя сюда тэппились уже. Ой, ой, ремнон. Он телепортил к такому. Но это может быть байт. Есть израбшин, да, что-то демон в позиции. Скидер пришел сюда. Получает бимы. Неприятно БКБшку жмакнул. Пытается расследовать соперника. Так не получается. Там уже не хватает. Надо отходить. Мики там очень плотный. Инсцени план перехват. На него дримкойл поставили, чтобы он не свапал, чтобы попытался убить гирокоптер. И поставил ремнон. Идеально гирокоптера за хвост поймали по окончанию Блэкингбара. Так, размена лайна. Ведь крита нет. Крит или просто блинкаут. Да, и надо пока прятаться по кустам. Получается вейв. Малрин. Малрин еще тут троллит. Но может дотроллится, потому что сайланс есть у Бойтспирита с третьим спортом. Ой, может быть попытка вторым номером сыграть сейчас. Ну-ка. Ремнон ставится под реведж. Пак, что-то демона забили тоже. Он не стал дизрапшен. И Амар ничего не нажал. При этом ошибается Пак. Ошибается, ребята, из Фалконс. Но теперь Амар. Ну а что делать? Ставить арену и драться. Копье летит, конечно, под стрелу. Прикольно. Хватит ли урона вообще сейчас? Сколько демоков от иллюзий? Йо-йо-йо-йо-йо. Да, нормально. Получилось минус ниша. Подняли те временем в Юлу еще и Микки. Боюет там те времена 33-я против Крита. Крит, кажется, будет жить спокойно. Мирана с ним рядом. Амар отталкивается от двух героев. Микки и Инсеня. Мало хп у них. Нужна помощь. Стрела летит мимо. Амар гибнет. Что за драки? На тоник. Прыгнул вперед еще Крит. Спрятал. Стрелы, кстати, нету. Будет очи. Да, есть демоник Пурш. Хватило демоджа. Слишком лоу хп и иллюзии. Микки просто их райт-кликом убил. Можно попробовать с Ликвидом дальше идти. Или нет? Если что, якорю. А, сбили его, блин. Тридцать третьего будут, походу, оставлять. Я команда ушла. Гирокоптер пришел. Он уже возродился. Гирокоптер. Все. Тридцать третьего сказал продать меня. Забудьте. Забудьте. Я тут немножко заплутал. Что за чудо тимфайты вообще показывают обе команды. Все на тоненьком. Все на минимальном буквально моментах каких-то. Но да, вот там тот момент, где пак заманивала марок себе. Малых хп у соперников было. Но рэвид идеальный получился, как я ничего не скажу. Очень крутые тимфайты. Сложно паку сейчас уже очень играть, потому что есть два заряда на пульсе у Войт Спирита, который сайлансит его. Очень сложно будет, на самом деле, даже Маларину здесь какую-то шмотку выбрать. Вот у него кикбай шард. И вот вообще есть подозрение, что его надо бка... А, все. Все, все, все. Да, вот он бка б как раз-таки и покупает, чтобы выдать в файте какой-то импакт. Потому что он будет фидить каждую драку, если на него сядут. Снизу опять тимфайт, что ли, какой-то? Тайт хантера нет. Свап внезапный под бим. А что дальше? Эклипс из форстаф дизрапшин. Интересно. Маларин в зоне саппорта поставил Дримкуэл. Разворотит Скиттер. Может слегка побить Мика БКБ. Есть смысл просто отойти пока, да? Выбили часть способности. Тридцать третий приходит. Рэйвэджер все еще нет. Прыгает. Нашел Крита. Просветил. Вэлл. Так, интересно. Шадут Демона хочет забрать первым. Очень много импакта. Амбар приходит сюда. Пак спину. Маларин работает вновь по саппорту. Минус Шадут Демона. Но арена ставится по Мике. И Инсеня. Отличный Манта Стайл. Тот же Капьен. Но все равно под фокусом оказывается Луна. Луна погибает. Маларин играется дальше. Уходит из-под ниши. Теперь у Скиттера под БКБ. Пытается разъявлять Инсеня. Инсеня минус. Падает второй саппор тоже. Байбэкается Лайн. Тридцать третий. Доказа по Скиттеру. Знает, что БКБ закончится. Рила прилетает. Неплохая. Но подковый. Фингер оф Дез от Лайна. После Байбэка. Шикарная игра минус. Гирокоптер. Драка продолжает. Все временем. Пак прыгает. Снегинг здесь. Манатре неприятный от бокса. Ставится рем. Рем нацепляет Амара. Амара. Ну не может здесь развернуться. Да, с трех сторон его окружает. Забирает. Малрин не смог ему здесь помочь. На этом драка будет заканчиваться. По-моему, 3 в 3 с байбэком от Лайна. Что-то подобное. Зачем это все происходит? Я не знаю. Зачем это все происходит? Я не понимаю. Им по кайфу. Такое смотреть. Клевые же драки. Я просто... Мне показалось, что вот все. Луна нажала БКБ. Эклипс. Шардик свой нажала. Все, в никуда полетела. Ну разойдитесь вы. 33-й говорит. Нет, мне вообще наплевать. Я прыгаю вперед. Цепляю на якорь. Микки такой. Ты обо мне подумал, дружок? У меня нет ни одного с пыла активного. Пожалуйста, можно я не буду в это лезть? И БКБ не было. Да, БКБ не было. По итогу бы сам пар в него прыгнул. Убил его. Но каким-то чудом выигрывают в итоге этот тимфайт. Лига. Я думаю, 33-й забайтил на что-то вообще неладное. На свою команду. Вот этим прыжком вперед. Могли просто спокойненько разойтись. Но, видимо, вот есть какой-то такой градус накаленный. Что надо драться. Надо драться нон-стоп. Не хотим отдавать ни сантиметра карты. Ни одного тимфайта. Ни одного героя. Ну, понятно. По поводу выиграли-не выиграли, конечно, есть еще вопросы в этом тимфайте. Да, конечно, Киркоптер умер. Но пожертвовали довольно многим. Ликвид там, в том числе и байбэк от важного героя. Ниша очень много получил, мне кажется. Ну и Малдрин там тоже получил. Малдрин тоже не умирал, знаешь. Малдрин там тоже какой-то бонус себе взял. Да, у него по экономике не так хорошо, конечно, но в тимфайте в этом был полезен очень. Поэтому есть нюансы. По экономике лучше у Ликвид не встало в целом. Он передумал, да, покупать себе в итоге БКБ, решился купить правому. Так, вот. Риспособилет, перезарер, тар, соло, на себя. Чуть-чуть не хватает ДТП-шки. Так, 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 встал. Не могут найти его. Или Торер, нашли. Легкий фраг. Будут забирать, ребята, из Falcons. Все еще есть о чем подумать, да, в этой игре. Там, идите, там, идите. Смотри, в Moonlight Shadows сейчас их видят. Ниша. Если намеченство, он за третий, тридцать третий. Так, по третий, эти его хватит убить. А, тогда трипорта нажать на Тир-2. Слушай, а будет здесь Falcons с всем составом. Тридцать третий под боксом. Амар прыгает, арену ставит по боксе. Хочет выключить, что получает Хекс. Хочет Хекс, Димонник Путш по тридцать третьему. Пытается его вырубить, дает он Рэмэдж. Для того, чтобы уйти Рэмэдж бесполезный. Виннеджевый спирт выкупается. Со спины Бак прыгнул, но его обнаружил Ниша здесь. И перехватил. Ошибка с стороны Малвины. Может быть, это заставит команду Falcons отойти. Мега прожимается. Меги под БКБ. Глэйвы работают. Цвап. По Амару. Эклипс пошел. Тот без БКБ, без Юла. Юл есть. Последнюю секунду он все равно будет погибать. Выигрывает время, чтобы команда отошла. Но прыгает, тем временем, Ниша дальше. Через Астрал степ. Пытается нагнать Снэйкинга. Тот на липах. Назад Ремнант мимо. И, может быть, на этом темпайзе кончится. Что-то трэш вообще происходит. Я просто не понимаю. А ты видел? Ты видел вот эту вот анимацию, как на Маржаогре пытался прыгнуть с 33-й, а его закрыли ареной. И он такой, что происходит? Что происходит? По итогу вообще просто психанул, нажал реводж, там кто-то был в БКБшке. Благо, Ниша нашел там пака, да. Если бы пак не погиб, мне кажется, тут просто закончились бы ликвит. Очень много рандомных моментов. Из-за этого я не знаю, как это анализировать. Анализировать, если честно. Они дерутся за батон. Да, да. И ни за что. Ни за Рошана, ни за вышку. Они просто дерутся. Вот это реально похоже на то, что мы настолько вас там сейчас жестко хотим переграть. Мы вам ничего не дадим. Ни одного типа этого. Будем драться за все абсолютно. Где бы вы ни появились. И драки не заканчиваются. Это просто идет в разрез всей медь турнира. Всем там малым количеством фрагов, там затянуты игры по макро и так далее. Это просто уничтожается одним финалом уже вторую карту подряд. Безумно просто странный момент, да, когда там нападает на Тайт Хан. И все делают ТП, чтобы убивать Тайт Хантера. Ну вы чего? Так, тут смог от Фальконс. Хотят они зайти в спину. Ликвид здесь готовы. На самом деле наш шанс сейчас придется. Ребед же нет. КД 56 секунд. А в этом Фальконс, Ликвид, вы точно готовы драться? Вы уверены? Нишу видно. Ниша БКБ купила. Встречает соперника. Есть информация теперь у команды Ликвид о местоположении соперника. Ставятся варды. Как подступиться, думает Фальконс. Сейчас напрямую в лобовую идти уже не хочется. Там встретят. Время идет на пользу именно Ликвид. Потому что у них кулдаун с пылой. Так, так, ниша здесь разревелился. Он на Вижене. Могут ли напасть именно в нишу и попробовать его заберстить? Мне кажется, нет. Широк прыгает. Прыгает 33. Ну есть здесь Рапшин на всякий случай. Ставится ракетка. Кулдаун под своего Амара. Амара подкопали. Поднимает себя в Юл. Ставится на Ремну. После Юл. Есть Форстап. БКБ. Нет, как же ему сложно. Пытается Маларин код транцировать. Не выходит. Падает Мирана. Падает Амар. Очень больно. Маларину нужно выйти. Тяжело. Марс без БКБ вообще в этой карте не чувствуется. Очень сильная ниша вот на данном этапе игры. Вот у него есть Мейдж Слеер, Аганим и БКБшка. Его вообще убить невероятно сложно. Он просто идет вперед. Идет вперед и Тайт Хантер, на который ты тоже должен потратить невероятное количество ресурсов, чтобы его убить. Из-за этого очень тяжело драться Фальконс. Потому что вот эти два героя, вот эти два жирнича очень жестко ломают тебе позицию. Ты хочешь напасть, наверное, непосредственно в луну или как-то убить сапов. Но все портит Миша. Ну, Миша, говорю, Миша. Миша ничего не портит. Миша только делает интереснее эту каточку. Сто процентов. Ну, классный билд на Абойт Спирит. Очень много качественных мув и закрывает бага, когда это нужно. Тяжеловато этого играть. Маларину не может чувствовать себя комфортно. 2-4-6. По экономике тоже слабовато. Ну, получается, сейчас дикую инициативу. При всем при этом ребята из Liquid. Да, выигранный такой полу-тимфайт. Самое главное. Запранный Рошан. А Егис в комментарии у луны. А значит, с новой силой, с новой порцией удовольствия можно искать какую-то драку. Можно было бы подумать, что вот этот вот Нетворс Микки работает ему в минус, потому что у врагов есть Шедоу Демон. Но мне кажется, бокси на Леоне все эти вопросы фиксят за счет своего монодрейна на эти иллюзии. Значит, что нужно сделать Фальконс? Им нужно убить Леона, потому что он там без байбэка, да, и у него, наверное, денег-то нет. Он вообще там в рейсбэндах просто закупается, чтобы как можно дольше жить. Посмотри, просто белдец. Убить Леона и напасть одновременно еще в Луну. Но без Аегиса. Так что ждем 4 минуты, нападаем в Леона и Луну и выигрываем Доту. Боюсь, что план надо скорректировать немного на наличие БКБ от Амара. Я уже не вижу, как выиграть драку без фронтлейна, без героя, который встанет, хотя бы придет на себя часть способностей. Амар сейчас работает только в качестве того, кто дает юл и ставит копье. Все. От него больше полезного нет. С другой стороны, да, вот сравниваем двух троек. 33-й на Тайтхантере, который одновременный танк и контроль дает по области очень большой. С ним тебе приходится считаться. С Амаром, ну, пока Амар безобиден фактически, да, очень нужен БКБ. Вот это время, пока там давит Ликвид, хочется потратить то, чтобы Амар покачался. Ликвид, на самом деле, очень грамотно делают, да, знают они, что их оппоненты любят вязкую доту, очень медленную вот эту вот игру, и поэтому просто заходят на хайграунд. 33, кстати, упало уже, когда Луна начинает бить бараки, становится вообще очень больно. И пока что без какого-либо сопротивления получается забрать в сторону. Глиф нажали, есть Аганим, Тереню Шадо Дену, может, под Аганим, конечно, попробуют сыграть. Делать телепорту будет очень опасный, конечно, тимфайт, если на него решаться. Фалконс всегда можно оставить, просто в покое эти бараки. Ну или что, да, Монлайт Шадоу, есть Дезрапшин, Амар пойдет на передовую, пытается копьем сцепить, багзонит остальных, пытается очень быстро вырубить, Микки, получается. Дримкоэл стоит на нишу и на боксе. Будет вторая жизнь, давайте посмотрим. Хаттер выходит, реведж себе в рассыпную. Попадается лишь только Крит, но он в невидимости был под Монлайт Шадоу, прыгает к его нишу, все-таки находит, пытается брать. Ну, конечно, Грисы здесь не особо поработают, байбеку Шадо Демона нет, ставится арена, в ней Микки. Микки хочется убить, скитер стреляет и пробивает. Микки, стрелат, стреляет, шикарно, нишу пытается сэйвить. Не получается сэйвить своего керем, погибает и нишу следом тоже. Минус 3. Юл на себя, но, понятно, не успел сбить телепорт. Врагу выигрывают Фальконс, друзья. Слушай, ну шикарная атака от Фальконс. Вот примерно плюс-минус то, о чем я и говорил. Спрятали Луну, ткнули ее копьем ближе к себе, да. А на Леона в этот же момент прыгнул Маларин и засайлансил его, чтобы он не нажал манаре. Дримкоэл поставил, на нишу в том числе тоже. Еще мне понравилось, как они точно знали, в какой момент прыгнет 33-й. Ты видел, это одновременный отход в момент уже прыжка Тайтхантера. Попали только фактически в то, что до демона. Да, его удалось забрать, но он на себя выпил какое-то количество ресурсов. Игра-то в нуле теперь. Да, конечно, нет одной стороны у Фальконс, но они точно все преимущества, которые у Лиха-Джула отыграли. Погоди, погоди. Керкоптер сэмплифай дэмэджем. Луны 40 секунд нет. Глиф потратили. Так. Секундочку. А не минус ли это пара линий? Одна линия, да, только может быть повержена. Потому что и снизу, и сверху стоят тир-два выше. Так, ну сейчас еще один глиф будет. Но мне кажется, мне кажется, все равно могут сломать. 10 секунд до Венчфул Спирит. 15 до Войт Спирита. Как бы не попасться на том, что вас, вот просто вы будете убегать и вас догонят. Реведжи нет. 10 секунд, 10 секунд БКБ у скида. Я не уверен, что Типайт будет суперсильным, реведжи нет. Да и реведжи нормально, все. Вот ниша, ниша, как моментально резается и бежит за ними. Не получилось забрать, да. Ну правильно все сделали, потому что подойдет Войт Спирит и просто не отпустит тебя никуда. Опа, тут пара Блокингбаров намечаются команды Фалконс. Это Пак со свеженьким БКБ 9 секунд и Амар. Я видел, он покупал себе свиток. У него должен быть тоже Блокингбар. Они выиграли предыдущую драку, должны быть папки. Это очень важно. Если тесно, мне кажется, что Фалконс сейчас сильнее. Я тоже так думаю. Мне кажется, что вот с этими двумя БКБшками они переживут и условный реведж Тайтхантера, и тот самый клипс, которым Микки очень много сделает. Ну и Пак будет выживать против Войт Спирита. Очень важный момент. Слушай, очередные две руны мудрости забирают Фалконс. Я не знаю, сколько это важно, но чересчур много рун мудрости Фалконс забирают в этой карте по сравнению по отношению к соперам. Что же должен сделать Ликвид? Для Ликвид в любом случае... Наверное, Ликвид нужно как-то подраться грамотно на своем вижене и дать условно спеллы на Леоне, на Тайтхантере так, чтобы оппонент тебя не видел. Микки нашел крита лучший таргет на самом деле. Страпшена, но выйти на не получится, да? Это лучший таргет. Есть байбэк у него? Нет. У него нет байбэка, надо идти ХГ. Надо идти ХГ. Прямо сейчас. Надо пытаться забирать вторую сторону. Потому что мне кажется, действительно сильнее уже Фальконс. Надо, надо, надо. Пока же этого демона нет. Это лучший герой. Но они могут не знать, есть ли у него байбэк или нет. Они очевидно не знают. Там не хватает всего лишь 160 голды. Риск? Это риск. Хотят зафорсить бай. Хотят зафорсить бай. Подходит ли он, да? Вот в боксе идет там подолгой. Амар? У него есть БКБ. Да, он нажимает БКБ. Ниша не может законтрить это. Ставит с арендой. Он был свап. Неплохой свап от Vengeful Spirit. Дальше по луне работает. Жейболе расстреливает скитер. Много урона. Реведж на развороте. Прыгает Ниша. Зафокусить герой коптера. Получается это быстро сделать. Мики Джи в БКБ нажал сам. Амар тоже под фокусом погибает. Фантастик. Какой разворот от 33-го. Феноменальный реведж. Это разворот от коллектива Liquid. Они выигрывают тимфайт. И теперь точно нужно форсить байбеки стороны герой коптера и Марса. Они у них имеются. БКБшки кончились. Видел? Вот прям в тот самый момент, как БКБшки кончились. Прыгает 33-й с реведжем. А если бы они успели в момент наличия БКБ добить вот такие ниши? Добить, точнее, Мики. Не знаю. На тоненького. Все очень на тоненького, да. Но блестящая атака стороны квит. Действительно, хайлайт сейчас 33-го дал. Безумно крутой реведж. Falcons. Инициатива переходит в руки именно Liquid. Liquid пытается форсить какие-то байбеки. Одной линии, напомним, Falcons нет. Падает центр. Ну что, уйдем? Боимся? Ну, Луна не может бить хайграунд. Она просто умрет от ухудса воздуха, мне кажется. Если подойдет бить Т3. Ну, драка выиграна Liquid. Но в любом случае, я думаю, что слегка побезло. Вот чуть-чуть просто один какой-то стрейф назад от Falcons. Если бы они не шли за этой Луной. У них и так база-то осталась бы. Я тебе скажу, что не хватило. Вот та вот эта ошибочка, то, что подставился Shadow Demon. Вот был бы Shadow Demon там. На этот ревельс можно было среагировать хорошим через Blink Disruption. И там не факт бы, что так красиво и феерично Liquid закрыли бы эту тему. Нет, слушай, ну Liquid пошли на хайграунд как раз таки, потому что и не было Shadow Demon. Так, у нас вроде можно посмотреть на коэффициенты, если я не ошибаюсь. Что происходит прямо сейчас на карте по мнению Bad Boom. 1.45, Liquid, они фавориты все еще 2.8. Ну, вкусно, конечно, Falcons, потому что игра, ну вы видите, качели туда-обратно. Сейчас одна драка, все может в корне измениться. Да и сейчас я бы не сказал, что очень сильно проигрывают Falcons. Да, у них за плечами одна проигранная драка, последняя. Но всегда можно выиграть следующую. И это вполне реально в текущих реалиях. То, что мы смотрим каждый раз, у нас просто что-то новое открывается. Как-то по-другому кнопки нажимаются, какие другие герои оказываются под фокусом. И предугадать дальнейшие события в этой карте просто невозможно. Я думаю, что будет решаться игра непосредственно на следующем Рошане или каких-то Смаках, куда команды пойдут до этого Рошана. Так, у нас, кстати, появился Хекс на Войт Спирите. Это как раз-таки тот самый ответ, наверное, на то количество БКБшек, которое есть у Falcons. И теперь, условно, ниша, которая идет вперед, он может просто захексить в любой момент. Давай посмотрим. Насладимся этим тимфайтом в очередной раз. Не самая лучшая арена, хороший свап от Венге. Ну и вот здесь, добив Луну, реведж не имел бы никакого смысла. Но Луна осталась, нажала все кнопки и била. Это реально очень на тоненького. Да, да, супер на тоненького. Да не надо было идти. Да не надо было идти в Falcons. Вот просто пару шагов назад. Пару шагов назад и так там все нажали уже, все хорошо. Там хотелось выиграть прямо здесь и прямо сейчас. Может быть, да. Может быть. Такое часто бывает. Особенно в гранд-финалах, да, нервишки шалят. Ой, да. 47 фрагов за 39 неполных минут игры. Это что? Это гранд-финал Батбумдачи? Мы тут смотрим катку за каткой. Там какие-то, ну дай бог, 30 фрагов на две команды набирают коллективы. Обычно как-то игру аккуратно по макро катают. Здесь вторая карта подряд. Просто экшен нереальный. Файтов миллион. Ну, то, что нужно для такого фееричного гранд-финала, конечно. А будет ли время у Микки купить за все вот это, весь этот промежуток до Аегиса купить себе линку? Он даже линку не покупает, да? Интересно. Мне кажется, это очень важная шмотка против этого демона. Хотя у него аганим, да? Он и так по ржам забивать будет. Ну, хотя бы будет больше тратить кнопок на тебя. Не знаю, линка нужна, мне кажется. А у него просто слота, да? Нет нормального. Надо будет ПТ-шку дропать. МСа не будет. Ладно. Я бы то же самое мог бы и обсудить касательно Void Spirit. То есть понятно, для чего нужен Хекс. Ловить соперника и так далее. Плюс БКБ сокращается. Там будет по 6 секунд уже. Там того же пака поймать. Или еще какую-то цель, на которую будет Void Spirit обращать внимание. Ну, просто вот себя-то он как-то не защитил. Да, БКБ имеется. Но БКБ имеется, возможно, заканчивается. Тот же самый Dream Coil или Копье какое-то. И при таком количестве урона у Герокоптера, конечно, и Void Spirit разорвает. Прилетает. Стоп, поймали. Так, все через парный портал и Хекс на развороте ездит с Рапшу. Сразу прида. Хорошая позиция на Ревнант. Амар нажимает БКБ, просто пытается выбежать сейчас. Минус БКБ у Амара. Там центр сильно запушен, конечно, у коллектива Liquid. Они через парный портал. Но вот что делать? Ситуация неоднозначная. Минуту до воскрешения Рошана. Доп-таймер. Не на руку. Точно. Возвращаться на базу не хочется. Останемся численной меньшинстве. А, смотри, какой план Falcons. А давайте базу нести. А давайте сломаем линию. Давайте заставим их уйти. Оттуда, с этой точки, с Рошпита. Может получиться. Там 50 на 50. Там кто-то остался, а кто-то пошел. Я вот не понимаю. Снэйкинг делает вид, что они тут, видимо. Хотя сам Скиттер, да, вот уже идет. Уже идет бить. Уже идет бить. Да, 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 да. Центр падает. Как-то стреляет. Тут еще бак. Тут еще бак. Хочет сбивать телепорт. И, возможно, так, прочекал. Прыгнул вперед. Улетел. Ниша идет его ловить. Где, где, где он? Где он? В Сайленте стоит Малрин. Как много времени выигрывается? Там ломает базу Скиттер тем временем. Глип нажали. Малрин просто БКБ. Дримкоил ставит. Да ладно. Еще пытается засолить Веджи Пол Спирит. Но есть хил. Окей. Малрин просто выиграл время. Бараки в центре. Нет, не упали. Идут вниз. Упали, упали. Они идут вниз. Они идут нижнюю ломать. И вот эти пошли телепорты. Не удалось Малрину позбивать, конечно. Подкоп. Подкок. Шикарный рэвэдж. Туда же. Можно открыть двух саппортов. Снэйкинг пытается липом выйти. Грифсы нажал. Больше нет. Прыгают дальше. Рэвэджа нету. Рэвэджа нету. Хотят походу драться Фальконс. Еще байбэк от Мираны. Надо вытянуть как-то Ликвид в свою позицию. И можно дать хорошую драку без рэвэджа. Но Ликвид могут просто отойти. Лайтшадо пошел от Мираны с байбэка. Уходят в вражеский лес. Там еще остаются ребята из Ликвид. Дофармливают. У них вард глубокий имеется. У них есть глубокий вард. Но в ответ смог. Как опасно сейчас. Амар. Если бы КБ открутилось ли оно с того раза. Подставляется пак. Пак подставился. Есть байбэк. Арена ставится во всех. Скитер туда голдаун. Флэгом будет расстреливать соперниками. Свэнши по спирит. Безумное количество урона минус саппорта. Саппорта рассыпались. Ниша БКБ. Он просто схлопнулся. У него нет байбэка. 33-й тоже будет умирать. Поднимает себя в Юл. Но это ненадолго. Микки Тимоник Пурш ловит. Есть копье. Приквозили к дереву. Скитер тоже его расстреливает. Жадоу поисон. Справляются. Фалконс благодаря своим выкупам. Шикарная арена от Амара. 33-й еще выигрывает. Какое-то время получает год с ребюк. Это минус 5 с ультракиллом от Скитера. Фалконс. Гениальная игра. Просто гениально. Они байбэкаются. Вытягивают своих оппонентов к себе. Даже после... Конечно, три байбэка. Конечно, три байбэка. Игра сейчас просто абсолютно в нуле. Но стоит Рошан. Мне кажется, сейчас все, что нужно сделать Фалконсу, это как-то попробовать зафорсить байбэк хоть кого-то и отойти на Рошана. У них трон падает. Улетает. Улетел Шадоу Демон, кажется. Да. Так, тут прыгнули. На Пака. На Пака прыгнули. Байбэка, это Мики. Байбэка, это Тайдхантер. Надо просто выйти. Надо просто выйти. Бокабай не боится. Бокабай есть. Дримкоил поставил. Голдаун летит. Стрела. Там же нужно доджет. Доджет получается. Просто отойти. Да, потому что у них... Какое напряжение. Какое напряжение вообще происходит. Кто выиграет? Тут я не понимаю. 33-й шел ловить. Но у вас стоит здесь именно у Falcons. Войд Спирит без байбэка, напоминаю. Сейчас, конечно, должны немножко отдохнуть обе команды. Потому что оба коллектива потратили свои баи. Но там Рошан жив. Какой отдыхать? Там сейчас за Рошана будет битва. И кто, возможно, выиграет эту драку? Рошан может выиграть эту карту. Фантастика. Смотри. Луна без байбэка. Тайдхантер без байбэка. Конечно, без байбэка пак. Но я думаю, что его задача это просто там прыгнуть. Знаешь, хаосы навести. С байбэком. Скитер на керри. И у него 6000 денег в рукаве. Вот это очень важно. Запуская герокоптера. Он может просто пойти вперед. На себя что-то забайтить. И потом байбэкнуться и просто прийти. Слушай, они отдают Рошана. Почему? Они не хотят туда идти. Они не хотят идти в Рошвит. Они не хотят решать исход этой карты. Именно там они хотят еще что-то купить, видимо. Я не знаю. Но это надежда. Это шанс для команды Ликвит. Они получат теперь Аегис на Луне. И еще куча других бонусов. Марс приобретает себе рефрешер. Ну а Марс, да, долго его не хватало. Важнейших тимфайтов в мидгейме не было БКБ. Сейчас идеальная арена, под которую сыграл Скитер. Но лучше не придумать. Четыре героя заперто в арене. Герокоптер в Блэк. Рефреш забыли. Заберите рефреш. Вы куда? Ау! Рефреш забыли! Громче, громче. Они еще не слышат. У нас через стенку там находятся команды. Еще громче. Забери рефреш! Давай вместе. Ну ладно, может быть курицу отправили? Не, не, ничего не отправили. Реально забыли. Какой же треш, какое же напряжение происходит? Да не может быть, что вы забыли рефрешер там. Как так? Представь туда просто случайно забежит Марс, и у него будет два рефрешера. А, ладно, два рефрешера не работают. Как в команде State Hunter можно забыть рефрешер? Как в команде State Hunter? Я не знаю, забери рефреш! Это все от того, что слишком нервная игра. Рефреш забери, но я не могу на это смотреть. Заберите его кто-то. Если они из-за этого проиграют игру, это будет очень обидно. Это треш, это треш. Так, боксе. Смаке тут. Ищет пака, я думаю. Зато баннер взяли. Баннером победим. О май гад. Вот же, что за игра. 6к перевес у Falcons остается. Ликвиды. Баев нет, но есть Аегис. Нет рефрешера. Черт с ним. 33-й даст один тогда. Но хороший. Кликает, 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 кликает. Кликает, кликает. Он понял, говорит, где рефреш мой? Мы же забирали снизу. Все, пошел, побежал, побежал. Фух, мои нервы в порядке. Да, побежал туда. Под вузочку надо. Надо вузочку поставить соответствующую. Вот это движение State Hunter в сторону Рошана. Вот он, родненький. Потому что вот ножками, ножками. Если бы они... Он тут, мое золото. Конкретно забыли бы про этот рефреш. Я бы уже сказал, что все, Falcons сильнее в тысячу раз. Потому что там у Марса две арены, две БКБшки. Если он поставит на Луну... Все. Луна там может одно БКБ пробегать в этой арене. Ладно. Но вторую там уже не выживет. Никак. Мне кажется, вот Falcons гораздо сильнее в этом вопросе. Но два реведжа тоже, да? Вот представь, он прыгнет с одним реведжем. И никто БКБшка не успеет жмакнуть. То можно будет продлить и на ровном месте выиграть игру. До сих пор непонятно, кто тут сильнее, кто мощнее. Игра просто в нуле. Игробой точно. Сейчас будет от темфайтов зависеть. Потому что уже готовый бокс инициирует. Хекс подкопал. Фингеров Д засунул. Слабенько. Амар прыгает. Ирин сам решился. Пошел по боксе атаковать. В боксе Манадрейн. Должны его быстро стирать. Ставят с реведжем. Ух ты, ладно. Ирин сын не пожертвовал с собой. Хорошо. Свап. Тридцать третий. Пошел реведж. Туда. В четверых. Еще один. Накрыть соперник. Минус Марс. Минус Гирокоптер. Есть два бая. Есть два бая. Тимонник Пурш на развороте. Пока выкупы не нажимают с командой Falcons. Какой же Инсения гений, что он свапнул его. Он понимает то, что гораздо больше боксе сделает тем, что он просто эрфспайком дальше продлит реведж Тайтхантера. Это было так умом. Но это так очевидно, что Винга будет жертвовать собой ради любого из своих треймеров. Так, так, так. Байбеки пошли. Байбек еще. Пока мы телепорт. Пока мы телепортим. Амар дальше в боксе видит. Есть и Улл на кофе, но есть без шансов для бокса выжить. Он погибает. Байбека нет. Байб потратили полкон. Саегис не был потерян. У Луны знают нет. Нет реведжей сейчас. Ну что может быть он линк вражескую базу? Нету двух реведжей. Точнее всего один только у него. У него же нету рефрешера. Да, он шах потратил. Это был просто с... Рапира. В трон. Просто в трон. Численное большинство. Походу могут. Нет Байбека. Походу могут. Луна с Аегисом плевать вообще. Убьют ее дважды. У нее полный характеристик, полного ресурса. Хватит на одну жизнь. Понятно. Смотри, ПТшка, ПТшка. Специально, чтобы быстрее добежать на пачке крипов. Специально, чтобы добежать быстрее на базу. Сейчас переложат себе и Дейдаус. Парни, го в трон. Парни, го в трон. Скитер идет. Все. Момент истины. Надо свапнуть. Надо свапнуть по Т4. Надо свапнуть. Малерин рядом. Прыгает сразу. Есть шип. Удар по всем. В зоне соперник. Ситер бьет Т4. Очень больно. Пока Микки не знает, что делать. Получает оплеухи. Свап пошел. Пытается быстро убить. Ставит за арену. Нужно начать гирокоптера. Он дисрапша получает. Открыто. Там еще одна арена будет сейчас. Дисрапша есть. И Сатаник нажал. Будет хилиться и бить. Хилиться и бить. Хилиться и бить. Минус Луна. Аегис будет выпадать от зоны. 33-го. Но он не погиб. Луна. Просто в трон. Просто в трон. Трон можно бить. Глифа нет. Глифа нет. Ставится еще одна арена. Тамара шикарно. Они классно нажимают кнопки. Ребята, из Бальконс стрела. Летит Микки ничего не может делать. Получил стрелу. У трона остается 20% кинпоинта. Райт клик. Райт клик по трону. Еще пару ударов. Еще немножко. Бальконс делают это 2-0. Вау.